Продолжение следует... Я назвал это галактической небесной механикой, но и небесной механикой в приложении нашей галактики. Немножечко мы с вами этого начали касаться, каких частей поскольку поскольку еще взаимосвязано, ну и, соответственно, сегодня продолжим. Ну, поскольку мы начинали с геометрии, мы с вами сегодня тоже начнем с геометрии. Конкретно от того, что в школе вы, к сожалению, не проходите. Да, это на самом деле только часть той красивой геометрии, которая проходит в школьниках, но те, кто занимается астрономией, они замечают все это дело. У нас с вами же узнают. Ну, в математическом, точнее, в аналитической геометрии это называется кривыми второго порядка. Вот. На самом деле элипс это только одна из таких привыкцев. Нам она с вами важна, потому что она существует, кто-то говоря, и упоминается в законах Кеппера, особенно в первом законе Кеппера. Она является аналитическим решением в общем виде задачи двух тел, когда мы с вами смотрим, как два тела двигаются относительно другого, резолируемого системы. Вот. Ну и основное свойство, которое мы с вами про нее знаем, собственно, что такое элипс, да, это у нас с вами такое геометрическое вместо точек, что сумма расстояния от двух задних точек по любой точке на элипсе остается постоянно. Значит, математически она выражается в следующем виде, то есть мы с вами имеем рисунок элипс, это очень просто нарисовать. Это еще, кстати, странно, почему до сих пор никто из производителей не догадался, потому что, наверное, это просто замечательный прибор для рисования элипса. У нас с вами бывают линейки, в которых элипс уже есть, да. Но когда хочется нарисовать нормальный рисунок, кстати, иногда некоторым это помогает решать задачи, они не знают, как вывести. То есть мы с вами все примерно в масштабе нарисуем это решение, там можно найти, по крайней мере, понять, где оно должно быть. Некоторые люди так решают задачи. Вообще это один из способов решения, между прочим. Вы в школе тоже учите, когда решаете аналитические, точнее, геометрические задачи по алгике, да, строите хоревые и ищете точки пересечения, например. Вот, на самом деле такие методы применяются, в общем, вполне себе нормальный метод. Но сейчас у нас с вами есть численное моделирование, оно нам сильно обращает задачу, компьютер нам что-то делает без нашего... Так, без построения руками, когда полезно это делать. На самом деле эллипс центрально-симетричная фигура, то есть есть центр, безусловно. И две точки. Мы можем их выбрать произвольно. Почему они у нас с вами, как говорится, две заданные точки? Потому что центр эллипса всегда можно найти, как состояние между точками, деленное попало. У эллипса есть два радиуса, большой и малый. В астрономии они называются большая полуось, малая полуось, и с ними прямой толп. Именно поэтому у нас там есть фигура, которая будет как похожа на эллипс, но эллипс не является как овалом, например, а много подобных. Еще иногда красивое название, рассматриваем ваше решение, когда мы это проверяем. Хороший термин – это огурцоль. Потому что, как правило, эллипс нарисовать очень трудно, нормально от руки, и получается именно огурцоль. Все мы не художники, не все еще. Соответственно, что у нас с вами получается? Два этих радиуса перпендикулярны. В астрономии, мы с вами вернемся к элементам орбиты, которые очень позже будут, используется большая полуось, как основной, в основных параметах задающих эллипс. Дальше, значит, в геометрии мы с вами задаем фокальное расстояние. Это расстояние от центра эллипса до одного из его фокусов. Неважно какого, они симметрично расположены. Означается двух кольц. Все стандартные обозначения я рекомендую вам запомнить, потому что, применяя их, вы, собственно, будете соблюдать и некоторые культуры. Вас правильно поймут те, кто будут проверять. И для себя это тоже очень полезно. Вы никогда не запутаетесь, если вы применяете стандартные обозначения, потому что вы к ним привыкнете. И решая задачи, на вас будет понятно, что и что эта величина означает, которую вы используете. Это как программируем, занимаетесь? Знаете золотое правило, что когда вы переменные создаете, никогда не надо их называть А1, А2, А4. Потому что, когда программа становится слишком сложной, к концу программы вы забываете, что, собственно, это за переменная, и что она, собственно, содержала в себе в начале. Поэтому это полезно делать нормальные названия. В этом стандартное обозначение, у них нет ничего плохого, это правило хорошего тона и, соответственно, правило здравого смысла, которое позволяет вам правильно оформлять и правильно понимать собственные же решения. Иногда, кстати, полезность своих решений может повлиять. Вот иногда на прошивке именно на этой стадии появляются. Значит, соответственно, окальное расстояние у нас с вами расстояние от центра элиуса до одного из фокуса. Вот. Большая полозия у нас с вами расстояние от центра элиуса до, собственно говоря, самой тревоги. Вот в эту сторону и вот эту. И мы с вами вводим такое замечательное обозначение и соотношение, которое красивым словом называется эксцентриситет, как отношение фокального расстояния к большой полуоси. Ну, или иными словами, в серии есть е умножить на. Отсюда у нас с вами возникает ограничение на эксцентриситет в элиусе. Значит, если у нас с вами фокусы совпадают с центром, у нас с вами получается замечательная фигура, которую посвятили все свое время школе называется на груб. Вот. Соответственно, если тот эксцентриситет такой может быть, в этом случае эксцентриситет равен нулю. Если мы с вами удвигаем эту точку, но совсем ее поставить мы не имеем права, правда, приводить. Значит, соответственно, в этом случае эксцентриситет будет стремиться к чему? Единицы. Значит, у элиуса у нас с вами эксцентриситет от нуля до единицы. Поэтому, если вы вдруг получили в задаче эксцентриситет больше единицы при изначале заданных орбитальных движений, задумайтесь, пожалуйста, вашим правильным или неправильным ответом где-то содержится ошибка. Значит, что еще можно с вами нам задать? Значит, смотрите, раз вот это расстояние сохраняется, его можно сразу посчитать, чему оно будет равно. Понятно, что вот эта сторона она с вами. То есть это значит, что периметр треугольника, кстати, F1, X и F2, она с вами расстояется постоянно. Как что бы ни делали, в любую точку поставят. Это, кстати, один из способов, как нарисовать элиус. Поэтому с собой полезно носить две булавки и карандаш и резинку. Выставляете булавку на расстояние, натягиваете резинку, проводите на ложнюю веревочку, которая не растягивается. И получается хороший элиус. Полный седент. Кстати говоря, когда будете решать задачи, пожалуйста, не экономьте бумагу. У нас с вами леса много. И поэтому, когда вы рисуете рисунок размером 1 на 2 миллиметров, которому вы указываете какие-нибудь величины, очень трудно порой без соответствующих приборов разобрать, в чем это дело. У нас на Всероссийской Олимпиаде есть такой раздел на сайте, называется перлок, где самые лучшие и веселые вещи выкладываются. Одна из таких веселых вещей была так, как заглавно написано, как фотография, в текладке клеточку вылетает, две на три клеточки. И сверху так написано. Нарисуем этот рисунок попрупнее. Снизу. Я на три клеточки. Не делайте так. Вы себя запутаете, в первую очередь. А всем остальным будет сложно потом проверять, что же там обязается. Ну, вернемся. Значит, соответственно, если мы с вами возьмем вот эту точку, наш сам треугодник превращается в сумму отрезков. Правда? В этом случае, поскольку фигура симметрична, легко понять, что сумма вот этих вот расстояния всегда равна диаметру эрекции любым большим клеточкам. Собственно говоря, мы с вами сейчас фактически выведем в основном эти все соотношения. Зачем это делается? Потому что, когда вы умеете вводить, вы замечательно это сделаете в любом случае, независимо от того, вы знаете вы эти выражения или нет. Заучивать, как правило, нет смысла. Если вы умеете вводить из раза в раз повторяете эту процедуру, вы для себя фактически этот материал повторяете в процессе решения задачи. Соответственно, чему же у нас с вами равны соотношения между большой и малой полочкой эксцентриситетом. Если мы возьмем с вами вот эту точку, мы с вами получим равнобедренное тревогу. Значит, у нас с вами в этом случае половина будет прямоугольным, это расстояние будет равно большой полосе тоже. Значит, это был прямой, значит, большая полоса в квадрате, гипотенуга, у нас равна сумме квадрата кальти. c квадрат плюс c квадрата. Если мы подставим туда вот это выражение, мы получим вот это соотношение, что b, то есть а на корень из b с минус e квадрата. Или в обратную сторону отсюда можно вывести эксцентриситет, поиграться уравнениями, ну, это же c на а, значит, почему-то, кстати, и c можно вывести, как оно связано с b и а. Мы получим вот эту формулу, я в свое время, когда участвовал в Российской Олимпиаде, применял. Вот, для меня эксцентриситет с тех пор, в общем-то, характеристика сжатия и насколько он шарф. Потому что, по сути, в нем зашит соотношение между b и а. Вот. Но гораздо интереснее еще кое-что. В этом все у нас сами есть два расстояния, это уже чисто астрономические расстояния, которые мы с вами используем. Это ближайшее расстояние засветило и более далекое. Мы это называем перри-центром и афо-центром. Если это Земля, то это перри-гейт и афо-гейт. Если это Солнце, то это перри-гейт и афелия орбиты. Если это Марс, то это перри-арси и афо-арси. Если Луна, переселение и афо-селение. На самом деле у каждой планеты Аюбитер, кстати. Сейчас там спутник летает очень интересный. Перри-йови и афо-йови. У каждого будет свое. Поэтому это все равно как с марсоходом. С луноходом. Марсоход не может ходить по Марсу. Соответственно, если мы с вами запишем, геометрические расстояния очень просто. Но ближайшее расстояние это есть большая полость минус С, наиболее далекое расстояние отсюда сюда это С плюс большая полость плюс А. Если мы подставим, мы получим знаменитые соотношения для этих выражений. Стандартное позначение ближайшего расстояния Q маленькое, большого Q большой. Если мы их разделим друг на друга, получается замечательная вещь. У нас с вами остается только эксцентрисистент. Большая полость в принципе попадает из этого соотношения. Отсюда, кстати, значит, что мы с вами легко можем эксцентрискет посчитать, знаем ближайшее и далекое расстояние. Вот если мы подставим с вами сюда вот это выражение, понятно, что большая, две больших полосе это сумма на коробку и большого расстояния. И если найдем отсюда, можно найти эксцентрискет, вообще его С как разницу минус около 9. У нас получится такая формула нахождения эксцентрискета через наибольшее или меньшее расстояние на Эс. Вот это тоже замечательная штука, которую вполне себе можно поменять для того, чтобы найти нужную оборудование. Вот. Это, конечно, не единственная кривая, которая осуществует в движении тел. Да, кстати, площадь телевизор закомментирует вам пригодиться. Кренин, как мне не пригодится P, A, B. В случае, если A, B, это P, E, A, B. Если мы с вами возьмем например гиперкул, а что такое парабола? Парабола это такое геометрическое место точек, где у нас с вами сохраняется разность расстояния до задней прямой и фокус аппарата. Для нас сами это значит, что мы с вами делаем очень узким, вытягиваем его, в конце концов у него размыкаются как на бесконечность ветки, у нас получается сначала парабола. Парабола это вести трое строго единицы. Так вот, гипербола, если мы с вами возьмем, это кривая похожая на эллипс, но там будет сохраняться не сумма расстоянок, а разность между ними. В этом случае можно представить, вы умеете наверняка представлять, что такое плоскость, это кусок сферы бесконечного радиуса. Если мы с вами взяли эллипс и вывернули его через бесконечность на изна. вопрос на бесконечную радиус. У нас с вами в этом случае кривая между фокусом пройдет вот так, в этом случае а будет всегда меньше, чем с, то есть с будет больше, чем а. В этом случае эксцентрисент будет всегда больше. Это значит, что у любой гипербола всегда две партусы очень содержатся. ну и у нас с вами движение тела по гиперболе существует. Собственно говоря, такое в жизни происходит. Но правда один раз. Ну, неразрывно собственно говоря с движением и с эллипсами и с окружностью как частные кучи мальцами связано такое понятие как первая, вторая очень не люблю это слово третья космическая скорость. Хотя самая интересная задача посчитать космическую скорость. Сейчас я объясню почему. А что такое первая космическая скорость? Это минимальная скорость, которая необходима для того, чтобы мы с вами вышли на орбиту вокруг золотого тела. В том случае если мы возьмем с вами Землю, логика решения очень проста. У нас с вами есть круговое движение, мы с вами вращаемся по кругу на некоторой высоте. Иногда бывает маленький, иногда большой. Наш с вами что-то удерживает, правда? По идее мы должны были полететь вообще, но что-то нас держит. Первый раз гравитация, значит в нашем случае центростремительное ускорение это ускорение свободного падения на данную высоте. Если сами приравняем два этих поражения, центростремительное ускорение это V квадрат верить на расстояние до цельного движения, в нашем случае это радиус Земли плюс высота, и скорей свободного падения для Земли это длина массы Земли на R плюс h квадрат. Если мы их приравняем, получим вот это соотношение и из него выводим скорость. Скорость в нашем случае будет корень из наверх и саши. наверх никогда неправильно запоминать скорость равна 7,9-8 километров в секунду. Все зависит от того, где вы будете находиться. В большом счете Луна вокруг нас, если мы будем считать, что она движется по кругу, тоже вращается с первой космической скоростью до близкой круговой расстоянии Луны. На самом деле скорость у нас с вами можете запомнить красивое число 1 километр в секунду с большой дочерью. Поэтому, если вы помните расстояние от Луны до Земли, то всегда можно использовать законы Кеплера даже просто по счетам без оснащения. Вот. Ну и замечательная такая штука, не совсем честный вывод третьего закона Кеплера. Мы можем скорость представить как что такое? Как длину окружности поделенную на период обращения. Если мы с вами это сделаем, и приравняем вот это с этим выражением, то мы с вами вообще говоря получим третий закона Кеплера. Вот у нас вместо суммы массы по-честному лагу просто масса центрального тела, потому что масса спутника мы с вами не брегем, она с вами вращается в четверг планету центрального тела. Так можно делать, если масса малого тела много меньше, чем масса большого тела. Но в нашем случае интересно не это. Значит, если мы сами это сделаем, а потом массу разложим, так посчитая планету у нас симметричной, 4 третий кверху объем на плотность, то мы сами увидим, что период нашего вращения будет зависеть от плотности исключительно, потому что мы можем вынести радиус планеты куми, увидеть, что у нас останется высота полета определенная на радиус. Это пока вот до сюда это точное поражение, его тоже можно использовать, если вам запомнили соотношение в радиусе планеты, вы легко можете найти в радиусе планеты, ну а если можно сказать, что высота полета намного меньше, чем радиус сентрального тела, то в этом случае у нас остается только плотность, то есть по сути распределение массы внутренней. На самом деле это используется, вот эти все вещи используются в том числе когда мы изучаем нашу далацию, где далация, как и земля. Почему? Потому что мы с вами анализируем, сколько массы содержится внутри заднего объема. А здесь это записано для случая круговой орбиты. Она работает с нейритической? Нет, это для круговой орбиты. Теоретически почему не будет просто так работать, потому что у тебя скорость будет меняться. Естественно, что как это используют, кстати, при изучении тел Солнечной системы, например, да не только тел, это можно и в движении звезд в галактике использовать, но и для того, что звезда делает вокруг центра галактики оборот за миллионы лет, а с вами нет столько времени, чтобы это осверлил. С Землей все проще. вымерите мгновенную скорость над вами спутник, посчитайте, по ней берутся заодно в расстоянии, и он будет меняться. Потому что высота останется одной и той же, то есть радиус полета примерно одинаковый, да, а скорость будет разной. Вы теперь сам получите плотность точно по двойкам, Можно просто просканировать всю планету и построить распределение плотности. Вот это делают для Луны, для Земли, это один из методов поиска полезных ископаемых на Луне тоже. К сожалению, не вокруг всех тел не пропускали спутники орбитальные. Это сложно. Во-вторых, как вы понимаете, отследить его тонкие изменения его орбиты это очень трудно, потому что надо быть как можно ближе еще аппаратуру хорошей. То есть на далеких планет это сложно сделать. Хотя он как раз тот самый спутник Джуна одна из его задач это установить точное распределение массы внутри и понять, есть у него там каменное или какое-то там не то, да, плотное, нет его там и так далее. То есть это одна из задач, которые он выполняет. Вот. Значит, для нас с вами это приводит к замечательному такому явлению. Мы с вами рассматриваем, как применить на галактике звезды у нас с вами двигаются в диске нашей галактики. Как я уже вчера вам рассказывал, напоминал про снина Алексея Сергеевич вам продвижение звезд галактики мы рассказывали, А то, может, я сейчас еще это расскажу не хочется. Вот. Я вам просто прямо ругаюсь. Дело все в том, что мы с вами знаем, что звезды рождаются с газовых облаков. Газовые облака у нас, это диск очень тонкий. Поэтому те звезды, которые мы с вами только-только родились, имеют очень правильные круглые орбиты, лежащие в одной плоскости очень больше. То есть, течением возраста эти орбиты начинают раскачиваться. Если звезды у нас могут жить долго, то в этом случае орбиты будут шире, шире, шире как подниматься на возрасте и опускаться. Вот. И, соответственно, когда мы рассматриваем движение звезд галактики, мы же не знаем точную траекторию. Первое, что мы делаем, как и всегда, самое простое предположение. Мы считаем орбиты этих звезд круговыми. А, соответственно, что мы можем сделать? Можем посчитать, сколько массы сосредоточено внутри орбиты нашей звезды, если мы знаем ее скорость права. Это один из способов измерения массы галактики, распределения этой массы пола. нашей галактики. Вот. Ну, вот эта картинка, если бы это была фотография, тому, кто ее получил, наверное, дали бы не одну нобелевскую тремь. Догадайте, почему? Потому что ее надо получить с расстояния тысяч в сто световых лет на центр галактики. Тот, кто ее получит, гарантированно, туда должен будет попасть. А раз попасть, значит, у него будут способы это сделать. А раз это будет способ, за ответственные технологии. Вот. Это последняя картинка. Кстати говоря, до сих пор не люди сомневаются. Когда я начинал учиться, она была другая. У нас с вами было четыре спиральных рукава. Не поменялось только расстояние от центра галактики. Ну, как не поменялось? Вы знаете, мы слышали, за минуту гибать. Алексей Сергеевич перед вами выступал, и Владимир Георгиевич тоже выступал, да. У них столы в кабинете они друг от друга находятся, ну, выгодно в расстоянии одного метра. Вот Алексей Сергеевич определил расстояние до центра галактики по шаровым звездным скоплением. Он получил восемь с половиной килопарсек. А Владимир Георгиевич по рассеянным скоплением он получил восемь. Вот. И ходила такая байка у нас, что от одного встал от другого примерно пятьсот парсектов килопарсектов. Вопрос о том, возможно, свет световое перемещение или нет. Вот. Значит, кстати, самое прикольное. Мы с вами не знаем, на самом деле, насколько галактика, где она заканчивается, точно неизвестно. Значит, есть много разных способов, как мы определяем размер галактики. Но, к сожалению, изнутри галактики увидеть это очень трудно. Потому что мы с вами сидим, на самом деле, внутри пыли. У нас вокруг сплошная пыль. Ее меньше перпендикулярных направлениях, но очень много в плоскости галактики. Это, кстати, плохо, потому что это от нас скрывает достаточно широкие области вне галактического пространства. Есть много чего интересного, чего мы просто так не видим. Вот. Есть способы увидеть, планирующие сложно. Соответственно, в эту сторону насколько продолжаются рукава, мы точно, кстати, знаем, что диск из газа гораздо больше, чем диск из звезд. И есть рукава, которые в газовый вид заходят даже еще один оборот, почти полуоборот сделают. Так вот, до 2005 года, если память не изменяет, мы сами считали, что у нас галактика спиральная, но беспеременительная. И рукавов не спиральный, а четыре, прямо на эти куски находили, в общем, мы их знали замечательно, изучали, проходили там всякие объекты. Когда провели первое инфракрасное излучение всего неба, такой обзор называется тумас, задача которого была получить все инфракрасные источники. Чем это хорошо? Тем, что на самом деле инфракрасное излучение пылью задерживается уже на одном, в нем галактика более-менее прозрачна. Просто взяли и посчитали количество звезд в разных направлениях. Это примерно тоже задача, что решал Уильям Кершель, когда определял форму нашей галактики. То есть он от плоскости мельчного пути просто в поле зрения телескопа считал звезд и просто построил зависимость и увидел в галактике плоскости. Хотя бы на такой вопрос он получил ответ. И оказалось, что у нас с вами всего два спиральных рукава. Потом начали находить следы объектов внутри галактического пары в направлении на центре галактического паузы. И вот сейчас мы имеем вот такую картинку. Правдива она или нет, вопрос открыт. То есть предположительно мы знаем, а точно это когда будет фотография, мы с вами точно узнаем. Если сверху с фотографией глубокая, все красивые гипотезы. Вот. Объектов у нас разных много. Более-менее хорошо мы знаем вот эту вот область. Вокруг нас с вами где-то примерно в 4 полпарсека размера, наверное. Сыгария даже чуть побольше. Ну и естественно мы строили плевые вращения по объектам галактики. в первую очередь до этого использовались гигантскими облаками, мудроодные облака. По линии 21 сантиметр удавалось построить кривую вращение галактики. Затем к ним стали использовать объекты рассеянные звездные скопления, связанные с которыми рождались в этих облаках. И вот если заплатить в общем, в среднем, кривая вращения нашей галактики выглядит вот так. В положении космоса. Кстати, когда это все дело получили для других галактик, это просто проще. Это, собственно, послужило толчком и открытием того, что мы с вами называем темной материи. Почему? Потому что мы себе прекрасно понимаем, что вообще говоря, что должно быть, если мы абстрагируемся вообще от всякой сложной физики. Представим, ближе к центру тяготения все должно вращаться быстрее, чем с краем. Правда? Это значит, что эта кривая должна, собственно говоря, как та самая корень из GMI пропорциональной коренью из подать, и она куда-то скорость. А она не падает. Более того, у нас с вами просто такая кривая очень сложная, у некоторых галактик просто выходит напрямую, константу, встает из коры вращения. Здесь возникает два вопроса. Такие глобальные. Один вопрос физики не очень любят, почему? Потому что это покушение на основы современной физики. А второй вопрос как бы нормально любят и поэтому у нас есть темная материя. Какие, собственно, два варианта? Первый, это что закон тяготения мы с вами точно не знаем и на больших расстояниях он работает по другому. Вопрос этот до сих пор открытый. Почему? Потому что его, вообще говоря, надо проверить. Эспериментально закон тяготения проверен от масштаба нескольких сантиметров до размера Солнечной системы. И то для аппаратов летающих сейчас на большом расстоянии есть некоторые вопросы. Ну и здесь дополнительное ускорение к Солнцу, которое не очень понятно на тут берется. Мы пытаемся ввести разные модели, что аппарат выливается к Солнцу, не случает куда-то там прекрасное излучение, давление света от него, на него пытаются понять, как оно на него действует. Но на самом деле исследование нужно вести и исследование целенаправленно. Если мы считаем, что закон тяготения на самом деле такой, какой он есть, то в этом случае действительно оказывается, что снаружи галактики, любой галактики, должно быть огромное количество любого, какой-то массы. Но мы эту массу с вами не видим. Она не является звездной массой, то есть он не светит ни в чем, а по количеству если посчитать, должно быть раз в пять больше, чем того, что содержится в близких галактиках. То есть понятное дело, что пропустить такой светящийся объект мы с вами не могли. И отсюда появилась гипотеза существования темной материи. Кандидатов на темную материю мы с вами ищем уже очень долго, но пока, как говорится, мини-то искали. Ищем, ищем, а найти не можем. Кстати, в истории астрономии бывали такие прецеденты, когда мы с вами рассматривали движение, точнее, ну, только начинали изучать спектральные линии других объектов, наблюдать, мы с вами открыли два химических элемента, которые, собственно, существовали. Они назывались корония, а второй не будет. Они просуществовали примерно 20 лет, пока их уже два ночи не закрыли, и коронии не будет. Оказалось, что нет таких химических элементов. А линии, соответственно, еще и им, вроде как, и объясняются они совершенно другими вещами, а именно веществе в экстремальном состоянии, таким, которым никто не мог предположить, что оно существует. Корония оказалась очень высоко ионизированным железом в короне солнца, где из 26 электронов железа давали 25, остался 1 электрон и 1 тяжелое ядро. То есть спектр этого атома похож, и, точнее, спектр этого иона похож на спектр разным удалом, но только очень сильно искажен. А небулей это оказались запрещенные линии обычных химических элементов. Что значит запрещенные? Это значит, что они в естественных условиях невозможны, потому что атомы она с вами не достигает таких размеров и заслударимы, потому что электрон не поднимается в большую высоту элитра. А вот в туманности как это происходит, у нас с вами все хорошо работает. Может оказаться, что с темной материей ровно то же самое, потому что кандидата мы ищем до сих пор. Для этого, кстати, строили большой огромный коллайдер. Одна из задачи была найти те самые гипотетические сверхтяжелые элементарные частицы, которые, собственно говоря, обеспечат нам эту темную материю. Но пока и нет. Вот. Соответственно, мы с вами можем посчитать и решить такую замечательную задачу. Вот мне в прошлом году у нас ее пытались решать восьмиклассникам, когда мы были заданы. Там было, остается, был... Да, да, да. Валдус. Нет, не Валдус. Это было на регионе восьмиклассник на скользкую улицу. Там была дана таблица, вот эта графика. Нужно было посчитать. Хорошая задача такая. Она очень красивая в своем ответе и в том числе. Мы с вами знаем, что есть такое понятие для Солнца, галактический год. Это время, за которое у нас с вами Солнце делает один оборот вокруг центра галактики. То есть, если мы переводим наше время до галактических годов. Мы с вами знаем, что Солнце проживет примерно все его время жизни. Это 13 миллиардов лет до превращения в белый карты. Сначала его, в общем, благодаря существованию. Можно себе представить, сколько времени, у нас с вами, сколько этих галактических лет проживет Солнце. И посчитать нынешний возраст Солнца в галактический год. У нас возник такой вопрос, когда мы задачи составляли, интересы. А если бы Солнце находилось не вот здесь, где 8,5 килопарсет, а, по-моему, в другом месте в нашей галактике, сколько бы галактических лет оно прожило? Да, своих. Ну, сколько бы им было тогда? Задача простая. Оказалось, что почти все школьники умеют снимать данные с границы, то есть вот эту точку нашли все. Но вот дальше поступил полный образ. Вот. Собственно, чтобы такую задачу решить, задача кругового режима, мы сами берем расстояние от Солнца до центра галактики, мы должны найти что-то 8,5 килопарсет, дальше найти скорость движения при помощи линейки. Вот зачем вам нужны линейки транспортировать? Пожалуйста, носите, они вам определяются. Вот. Практическую задачу на регионе никто не отменял, мы все там присутствуют. Это же незаправленный пример. Соответственно, сняв данные из графика, значит, точно померив, что нужно сделать? Масштаб графика, определить правильное значение, снять все это сделать. Мы сами можем посчитать, используя знаменитую формулу, что у нас длина окружности 2πr, вот мне, кстати, посчастливилось с детьми инстеклассников, которых сейчас приходится учить астрономик, которые не знают, что длина окружности 2πr. Я очень удивлялся, как они хотят сдавать базовую математику, не знают, что 2πr это длина окружности. Мы примерно подвозь вот такую же задачу, когда мы точкой за заданное увеличение помешали, выяснилось, что девушка, которая сдавала, не знала, что длина окружности 2πr. Что нам нужно сделать? Мы с вами должны 8,5 kbps перевести в километры. Есть несколько способов. Можно на самом деле перевести посчитать либо количество километров, в которые солнце за год пролетает, таким или иначе способом выяснить, за какое время солнце делает один оборот. мы с вами получим примерно 250 млн лет по порядку увеличения 225. После этого мы с вами грубо говоря, что за миллиард лет солнца делают 4 оборота, соответственно, за 13 млрд лет жизни солнца она сделает 5 оборотов, если взять, то, соответственно, это будет 50-65 лет. Хочи, что средний возраст в годах своей жизни, в галактических годах солнце проживет примерно столько же, сколько средний статистический в нашей стране. Очень красивая, На данный момент что наступает, называется дальше. Для восьмиклассников мы дали таблицу, где нужно было на расстоянии 2, если солнце было 2, 4, 6, 10 и 12 километров. Почитаем, сколько это будет в галактических лет. Правильный метод решения этой задачи состоит в том, чтобы вы не считали каждую эту точку замок. Это бессмысленно. Правда? Для того, чтобы эту задачу решить правильно, нужно записать формулу, что период обращения у нас равен, что такое? 2PiR1R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0 Мы с вами должны найти всего-то произведение двух отношений. R1 делить на R0 умножить на V0 делить на V1. Убейте величины, можно снять из границы. А самая главная вещь, которую можно сделать, нам не важно, какая размерность у них будет. И можем вообще даже не переводить. Важно, чтобы она была одинаковой в одной из случаев. В этом случае вы получаете метод решения любой задачи. Особенно если там есть аналогичные пункты. Вы находите только один из одной из случаев, а все остальное получаете метод сравнения для отношений. Это очень хороший метод, который позволяет вам существенно упростить жизнь, повысить точность. И не сделать ошибок, потому что вот здесь уже трудно накосячить. А вот припереди... Можно, но накосячить всегда можно. Вы же лучше меня знаете. У нас же с вами находятся те люди, которые в ракету вставляют разъемы, которые нельзя вставить. Другому наоборот. У нас, когда появились первые компьютеры, мы в школе учились, в далеком 90-х годах, ходили такие шутки, что в компьютерах изначально было предусмотрено, что те детали, которые вы не вставляете, делаются так, что по-другому и вставить нельзя. Но что делает наш человек, если у него не вставляется... Он берет напильник, да, доводит ее до нужной формы, вставляет, а она начинает не работать. Дай бог, чтобы сразу не сгорело. Это же знаменитая история, да, почему у нас компьютерный разъем в виде трапеции, да, с питанием, да, потому что, ну, чтобы по-другому вставить было нельзя, чтобы это перепутали. У меня выходили студии, которые подрезали его и справляли нападок. Знаменитый анекдот про японцев, да, которые украли у нас чертежи из именитого самолета МиГ-25, да. Собирали-собирали, получается паровоз. Опять, значит, забрали, значит, собирали, ну, чертежи, а снова паровоз. Ну, ловят советского человека, значит, начинают допрашивать, он он вперед чертеж и говорит, ну что ж, вы же не читали, что там написано. Там не думаешь, что там написано. До нужной формы довести, напишем. Вот. Ну и ладно. Вернемся к кривой вращения галактик. На самом деле, на эту кривую у нас сами влажатся все галактические системы. И газ, и пыль, и все остальное, и звезды. Все замечательно, то, что относится к дисковой системе, ложится вот на эту кривую вращения галактик. В целом, если мы посмотрим на галактику, вот эту схему вам, наверное, показывали, да? Вот. Для справки можете записать. Северный полюс галактики у нас с вами расположен галактический полюс в направлении созвездия. Знаете, какого? Волосы граниты. А вот это вот созвездия суток. Южный полюс. Понятное дело, что направление на истинные полюса галактики, да, они у нас слегка немножко, вот если считать где-то, расположенную нашу точку, где мы будем снимать, да, будет другое. Мы с вами видим, что в галактике есть центральное утолщение, которое мы называем, это балдж галактический. По своему виду, он состав звезды, но он похож на шаровых звездных скоплений, он, собственно, является их остатками, остатками галактик, сливавшихся с млечным путь. Наш млечный путь не всегда был таким большим. Все галактики растут, поэтому вам расскажет Гасяна про эволюцию галактик. Это очень интересно. Когда мы начались здесь, это единый такой более-менее слаженный теорий, ее сейчас нет, но сейчас уже гораздо больше известно о рождении взаимодействий галактик, как они образуются, что с ними происходит. Тогда ее не было совсем, и вы очень интересно слушаете, что же люди знают о том, как это происходит, как происходит рождение, рост галактики. Как само рождение происходит, что мы не знаем, конечно, не наблюдаем. А как происходит рост галактики, что с ним происходило за всю историю космоса, мы с вами более-менее знаем. То есть нынешний телескоп позволяет взглянуть на всю глубину, почти в прошлое, почти что миллиарда лет, скажем так, с момента большого взрыва. Значит, диск у нас с вами состоит из разных частей, он есть толстый, тонкий, в самую тонкую его часть входят газовые облака, холодные, и рождающиеся рассеянные звездные скопления, замечательные в большом количестве. Ну а в галактики входят старые звезды, звезды из разрушившихся спутников Млечного Пути, или следы взаимодействующих галактик, я вам сегодня немножко про это показал, как раз результаты полученные со спутниками Гаи, и шаровые звездные скопления. Вот шаровые звездные скопления, это вообще староживые Вселенные, можно так сказать, староживые галактики. В нашей галактике они делятся, грубо говоря, на два больших семейства, причем семейства эти определяются по личному составу, то есть насколько состав газа в них близок к первоначальному Вселенной, то есть насколько у них меньше тяжелых элементов, чем в нашем Солнце. Делятся они легко и хорошо на две группы. Общее число шаровых скоплений мы с вами не знаем, знаем нынешний каталог, в 183, по-моему, скоплений содержится, если я правильно думал. Почему мы не знаем? Потому что мы с вами сидим с одной стороны галактики, а есть еще та, которая за центром расположена, но мы сами ее очень плохо знаем. В частности, там происходит слияние, ну, точнее, сновновение нашей галактики с одним из спутников, который разрывает, по сути, звездный поток большой. И он проходит за центром галактики. Простой вопрос. Такая была задача на Московской Олимпиаде и запамятные времена, наверное, в 95-м. Состояла она вот в чем. Если мы с вами возьмем две галактики, похожие на нашу, группы считают их дисками заданных размеров, и количество звезд в каждом из них 100 миллиардов, если считать, что все звезды типа Солнца, равномерно размазаны внутри этого диска, если мы такие два диска с вами столкнем, вопрос, сколько звезд напрямую столкнутся друг с другом. На самом деле, правильный ответ одна. То есть, да? Вот. Для того, чтобы эту задачу решить, что нам нужно сделать? Нужно взять радиус Солнца и посчитать по всю длину галактики. Вот если мы возьмем с вами цилиндр с радиусом Солнца, сколько звезд, посчитав концентрацию звезд, попадает внутри этого света. Если больше единицы, значит, что хоть столкновение возможно. Если меньше, то такая звезда просто насквозь пройдет. Все бывает. Никакого взаимодействия не будет. Вот те, кто решал эту задачу, сами авторы тоже не подозревали, что ученики начнут придумать себе новые задачи, которые мастерские умеете делать. Вот. Но на самом деле есть здравый смысл, потому что галактики – это форма диска. Как мы можем диски с вами столкнуть? Можем так. Можем так. Можем вот так. Три способа, уже три решения. Когда вы решаете такие задачи, пожалуйста, на то, а новые олимпиадные движения, это творческая задача, вы, пожалуйста, все варианты, какие считаете нужным на спанель. Вам дается времени, масса, как правило, на решение именно таких вещей. Нахождение, репринальное решение и тех людей, которые даже автор задачи не искал. Но этим не надо переусердствовать. Если переусердствовать, это приводит к тому, что вы начинаете решать задачу, которую вам не ставят. То есть вы решаете задачу, которую вы себе сами придумали. То есть первое, что нужно решить задачу, которую вам поставили, а после этого заниматься изобретением нового задач на базе той, которую вы увидите. Это, кстати, позволяет в том числе и дополнительные баллы. Мы не люди, которые получают на финале 17 и даже 18 баллов из 16. Это задача. Какой был балл? Да. У меня был один даже человек, который ходил на апелляцию для того, чтобы из 17 и делал из 18. Но это не удовольствие сделать. При том, что максимум 16. Вот это просто. Классно. Одно из самых замечательных явлений, которые рассказывали нет. Простой, красивый вопрос. Мы все сами видим, что шаровое скопление концентрировано к центру галактики. На вопрос, почему, ответ очень простой за взаимодействие с диском. Даже если мы с вами изначально возьмем, что они будут равномерно размазаны в объеме, просто раскиданное шаровое скопление, из-за того, что они вращаются, пересекают звездный диск, они испытывают колоссальное гравитационное торможение. В результате они под спирали просто падают по центру наших галактик. Они не переживают очень много оборотов. Когда-то в нашей Галактике было очень много шарового скопления. Сейчас им уже что-то не осталось. Они погибают и входят в состав колландического балла. И вот одна из задач спутника ГАИ была как раз найти следы этих взаимодействий. Эти звездные потоки от каждого шарового скопления. Вот одно из результатов этого спутника является то, что вот эти шаровые скопления движения мы сейчас очень хорошо знаем, как раз гаи, а на собственное движение этих скоплений очень хорошие. Мы знаем те орбиты, которые мы видим, что это очень хорошо. Вот. Поэтому можно предсказать, что с ними более-менее случится. Вот. Но и по поводу траектории движения. Если вкратце, не сдаваясь в сильные подробности, что мы с вами можем сказать? Это связано со второй косметичной скоростью. Значит, если у нас орбита замкнут, то суммарная энергия, двух тел у нас с вами меньше нуля. Если энергия в точности равна нулю, то это движение пропороболической траектории. По сути, это вторая космическая скорость и есть. Мы ее с вами выводим так. Считая, что эти энергии равны потенциально-экономические, мы с вами находим ту критическую скорость, когда это наступает, и тело у нас с вами разрывает революционную связь с центральным телом. Но если энергетическая энергия больше, чем потенциально, то суммарная энергия больше нуля, и такое движение у нас, вообще говоря, называется однократным валеном, изменением направления. Вот это изменение направлений можно определить по параметрам гербола, которые у нас там есть. Ну и если мы сами в одной и той же точке возьмем первую и вторую космическую скорость, их отношение всегда равно в корень из двух. В одной и той же точке. Вот я вам вначале говорю, почему я не вижу слова третьей космической скорости. Потому что первая космическая скорость это минимальная скорость, которую нужно достичь, чтобы вы увидите на арбиту на каком-то центральном теле. Вторая космическая скорость это вы кидаете зону влияния центрального тела. После этого вы выходите куда? на орбиту вокруг следующего тела центрального, которое я там прилетаю вместе с этим. Это значит, что там вы будете уже иметь первую космическую скорость для данного расстояния вот для другого центрального тела. Понимаете? Поэтому слово третьей космической скорости и четвертой несет некоторый не совсем правильный физический смысл. То есть если мы выйдем на орбиту вокруг Солнца, то следующая у нас с вами космическая скорость будет тогда и космическая для Солнца на данном расстоянии. Мы покидаем Солнечную систему, выходим на орбиту вокруг Солнца Галактики. Потом покидаем и эту орбиту, выходим из Галактики, улетаем совсем. Вот. И такие звезды, кстати, Более того, есть звезды отдельно летающих пространств, и, кстати, Гарри их тоже нашла. Вот. Ну и если мы хотим с вами посмотреть, сейчас посмотрим, что у меня осталось из тех видеофайлов, которые я вам хотел показать. Сейчас. И вот как раз исследование вот этих движений пролетов позволило открыть со спутника Гая, позволило открыть замечательную штуку. К сожалению, нам с вами не доведется, а вот нашим потомкам доведется. Через полтора миллиона лет есть такая звездочка, Глизе 710, сейчас она пятая из половины звездной личины, 5-6, по-моему, еще по-своему, эта звезда пролетит примерно в 5 тысячах астрономических единиц от нашего с вами Солнца. Современные исследования результаты показывают, что это будет 5 тысяч, это очень-очень близко там. Это настолько близко, что это, считайте, уже внутренние части Солнечной системы. К чему это приведет потом? Значит, к тому, что то самое коветное облако Орта испытает колоссальное возмущение, и нас с вами ждет еще через, ну, примерно, точнее даже так, примерно с пролетом этой звезды, чуть-чуть похоже. Такой неслабый поток комет во внутреннюю часть Солнечной системы. Да. Будет опасно. Вот. Отсюда, кстати, возникает классный вопрос. Наверное, задавались ученые, но не все, и в публикации мало кто, наверное, читал, более из нас, сами. Вот. Вопросы, были такие пролеты раньше? Если такой будет через полтора миллиона лет, в чем проблема все равно будет случиться еще раньше? Да? Ни в чем. Вот. Как раз для этого данные заступника Гаи для нас очень важны, потому что это позволит, пока заданной точности наверное даже еще и нету, нужно еще года, три наблюдений, для того, чтобы понять, были ли такие пролеты. Пробу. Почему? Потому что для этого нужно все-таки много звезд исследовать и хорошо знать параметры их движения. вот. Мы вернемся. Ну и со второй космической скоростью. Сейчас еще одна замечательная вещь. Сейчас мы с вами попробуем прямо на пальцах что-то считать, воспользовавшись такими же методами. Значит, это наши с вами черные люди. Ну а конкретно черный дар в центре нашей Галактики. Есть у нас с вами замечательный такой проект, точнее, группа ученых на крупных телескопах. Планал в Чилле работает, они на телескопе Кемнике, как на Гавайях. Они занимаются изучением центра нашей Галактики. А конкретно движением объектов в самом центре Галактики, там, где расположена свет-массивная черная дар. Если знаете, одно из самых последних открытий, в том числе и этой группы, состоит в том, что они открыли очень много мелких черных дар вблизи центра Галактики. Вот. Еще один, кстати, хороший вопрос, а есть ли еще крупные черные дары, кроме той, которая сейчас есть? Это тоже в художественном межсекистене. Да вот уже за 25 лет существования инфракрасных наблюдений, инфракрасные излучения проходят через центр, от центра нашей Галактики до нас с вами. Завтра мы с вами поговорим о звездной величинах. Кстати, такой интересный прикольный момент, если бы мы с вами находились в Галактике, бывает, где нет пыли и газа, но их зону. Если бы наша Галактика убрать пыли и газ, то центр нашей Галактики суммарной яркости имел сравнимый с нашим Солнцем. Это значит, что когда он исходил на пиризон, у нас только оба тени. Вот. Представьте себе, каково поглощение в ту сторону, что мы с вами не видим совсем ничего. вопрос о том, что беззвездные облака, вроде как они не слабая концентрация, но не гигантского размера, а холодные, они имеют воплощение в тысячи звездных величин. То есть, вот столько воплощений, настолько воплощается при проходе через эту руку. для нас с вами самый простой вопрос. между прочим, был на международной менталитетной класса в 2014 году. Он был немножко сложный, там еще надо было определить, доказать, точнее, что звезда, которая вращается, вращается в плоскости картины, что у нас с вами обозначено должно находиться где? В фокусе. Но если эллипс у нас с вами наклонен, то эта штука с фокусом не совпадет. Нам всего лишь нужно проверить, где фокусы от эллипс. Нарисовать, посмотреть, отличаются ли это положение в центровом теле. Если не отличаются, значит, у нас с вами карта. Эллипс расположен в картиный фокус. Используется в этом таблоске. Значит, у нас с вами данный масштаб на двух снимках. Вот. Так, чтобы много не считать. В данном времени видно, что прям за некоторое количество лет объект делает один оборот вокруг цена ради чего не будет. Замечательное. Вот. Давайте с вами попробуем посчитать массу этой самой цены. Хороший вопрос исходя из просто наличия на людей. явно видно, что эллипс тут хорошо так вытянул. Мягко скажем, эксцентреситет его очень большой. А раз большой, можно принять его близким к единице. А раз близким к единице, то что мы с вами можем сказать? что вот эта вот сумма замечательная. Так, не пишем. Это точно нравится, правда? Если эксцентреситет близким к единице, то мы с вами можем сказать, что вот это много меньше, чем вот это, правда? А раз так, то можно сказать, что вот это вот выражение, и вообще говоря, вот так. Правда? И значит, что большая бутылось есть вот так. Примерно. Дальше воспользуемся первой космической скоростью. Итак, раз это так, возьмем с вами линейку. Линейки нет? Что мы будем делать? Мы измерим вот эту штуку. Это две большие полосени. А после этого у нас есть масштаб. Вот это вот 5. Что это взять? 5 соток угловой секунды. Ну и, грубо говоря, раз, два, три с половиной. Три с половиной на ноль на пять или примерно что получается? 15 0,8. 0,18. Вот сколько занимает эта орбита? Точнее, две больших полуоси. Это 2А в угловых единицах. Значит, соответственно, каждая большая полуоси это 0,09 в угловой секунде. Ну а теперь осталось вычитать ее и реальный размер. Откуда будем опираться? Вот у нас сами есть инфракрасный снимок галактического центра. Вот после галактики у нас куча разных объектов и разные облака. Осадки взрывов сверхновых звезд это все оболочки не таких процессов протекающих. И мы сами видим, что здесь уже с вами кто-то посчитал, что полградуса это сколько? 75 ПК. Полградуса это сколько секунд? 30. Ну, градуса 30 секунд. 30 минут. 1800. Это 75 парфектов. Это иными словами 75 умножить на 2 на 10 5 астрономической кредитности. Правда? Или если мы возьмем это будет полтора на 10 7 астрономической кредитности. Ну и для того, чтобы все точно посчитать, нам с вами нужно узнать сколько в нашей большой полуоси астрономической кредитности. Правда? Значит, наша с вами большая полуось будет составлять 0,09 на 1800 и умножить на полутора на 10 в 7 и 100 и умножить 10 и умножить на 10 в 7 и умножить на 10 в 7 Что у нас остается? Остается 1,2 на 10 минус 4, умножить на 1,5 на 10 седьмой ай-й-й. На 1,5 мы сами только что делали, в два раза первый момент, да? То есть это будет 0,75 или здесь 7,5, значит здесь будет 10 минус 3, и 1,5 на 10 на 2. Получалось, да? И что нам еще с вами потребуется? Нам потребуется периметр, правда? Куда мы его возьмем? Мы с вами берем, ставим сюда маркеры, смотрим. 190, 1990, 1995, и... ... и... ...чем за это? 1995,5. А это будет... ...тысяч... десять... ...запитаю пять. Сколько получается? 15,5. Хорошо. 15,5. Давайте с вами проверим, где мы не ошиблись. На всякий случай. Полградус и 7,5 парсек, да? 7,5 парсек, да? 7,5 парсек. 7,5 парсек — это 2 на 10 в пятый, 1,5 на 10 в седьмой астономических единиц. Значит, здесь у нас с вами 10 минус второе делить на... ...поскровенный масштаб посчитаем, что получается. И то, что посчитать, сколько будет в одной секунде, мы все должны разделить на вот это, умноженные правильно. Значит, соответственно, это будет 1 сотая делить на... ...делить на 200, соответственно, на 1 вторая на 10 минус 4. 1 вторая — это 1 вторая. Точнее, 0,75 на 10 в третьей. И 0,75 на 10 в третьей. И 0,75 на 10 в третьей. И 0,75 на 10 в третьей. Правильно получили вы. Ну, теперь осталось самое главное. Как вы считаете? Ну, понятное дело, что для этого можно воспользоваться третьим законом Кеттера, который чуть-чуть попозже там уменьшится. Вот. А можно... Ну, даже нужно, конечно, через третий законом Кеттера. А можно воспользоваться первой космической скоростью. Мы с вами считали вот это как бы среднее движение тела, так, получилось. Считали эту большую пульс, какие-то правильные законом Кеттера. Ну и взяли период. Что мы с вами можем сказать? Что 2π на нашей с вами вот это А делить на Т есть корень из Gm делить на С. На то же самое А. Правда? Первой космической скорости Кеттера. По сути, это третий законом Кеттера. Если мы это преобразуем, у нас с вами получится Т квадрат М, а А в кубе 4π квадрат делить на Gm. Ну, так выводится. Почти что-то. Почти ничего не случилось. Если ты знаешь, то здесь вот будет просто сумма у нас. А вот это А станет суммой больших по 8. Вот. А дальше, мои любимые магические соотношения. Мы с вами должны с чем-то сравнить. В чем мы меряем масса цвет массивных черных дел? И вообще, чего бы то ни было. В массах Солнца. Значит с чем будем сравнивать? Массу с Солнцом. Массу с массой. Хорошо, как и молодо. Мы с вами ровно то же самое зависим для чего? Для Земли и Солнца. Да, для Земли и Солнца. То есть мы возьмем с вами 2πА Земли. Вот зачем нам нужны астрономические единицы. Правильно? делить на т земли здесь нам нужны были годы и это будет у нас с вами корень g m солнце после этого мы с вами все это делим друг на друга что у нас с вами остается или приравниваем что масса масса солнца с вами будет чему равна а а земли вверх можете на что если здесь была масса здесь тоже t здесь т земли а как кубе это будет семь с половиной на 10 во второй а здесь будет единица на 15 с половиной квадрат самое прикольное это масса солнца я попробую так это примерно 15 20 квадрате мы с вами знаем 7 половиной в кубе долг конечно безусловно можем зачем я это делаю провожу рекламу сейчас идет питерская все на слышу это любят и пользоваться калькулятором на финале турах там это очень сложно разложение на можете превращение в нужные величины упрощения кстати говоря давить очень просто сейчас смотрите здесь половиной будет 155 и вообще полтора на 10 на 10 просто значит это будет полтора квадрате на 10 на 10 на 10 на 10 на 10 на 106 это будет 1 на 4 потому что 075 это полтора и тогда вторая Останется только один раз мы все считаем. Умножить на 0, 75, и на 10, 10 в 6, беревшись. Масса маленькая получилась, два порядка. Так, давайте подумаем. Написано полградуса. А, не совсем нам поможет. Полградуса, 75 парсек. Это вот здесь линейка Масса. Странно. Так, давайте по порядку. Если один порядок добавить, то все будет нормально. А, я знаю где. Никто не нашел. Я 7,5 превратил на 10 во второе. Здесь я 10 во второе, может, правда? А здесь будет 10,9. А не точно сказал. Вот так. Теперь все правильно. Вот. Соответственно, здесь будет не четвертый, а седьмой. Ну, а дальше вот это, вообще говоря, действительно 1,8. 10,6. Вот мы с вами при помощи универсального инструмента, головы и фотографий, сделали примерно то, что делали астрономы, когда получили вот эту вот картинь. Движущуюся. Помедлить, сколько лет делают они наоборот. Просто. Правда? Даже если бы мы с вами не знали, как развернут нервис. Да? Грубо предположить, что все в картинной плоскости, мы все равно почти решили задачу. Если мы с вами узнаем, что он как-то наклонен, а там, еще что-то, нам всего лишь нужно будет попробовать правильно представить, как его можно развернуть, да. Понять, насколько он наклонен, да, используя диаметр. Но с черной дырой это будет сложно. Понимаете, почему? Вложение черной дыры, центр масс, мы с вами, если двойная звезда его просто вблизи центра масс, сидит второй объект. Правда? Мы с вами меряем, как бы, движение двух тел относительно другого, именно относительно. Потому что мы видим одну звезду и вторую. А с черной дырой беда мы ее не видим. Знаете, как положение черной дыры выяснили? Что можно для этого использовать? Другие диапазоны для него. Если у нас с вами есть аккредиционный диск вокруг черной дыры, да, который светит скандал, да, с джентрами и прочими. Этому вот позволит точно определить положение центра. Таким самым мы с вами можем найти ее. Именно это тоже послужило прорывом астрономии, когда мы с вами начали комбинировать разных наблюдений для того, чтобы объяснить комплекс явлений в одном облике. Это действительно очень-очень понятно. Ну и для справки, та же самая вторая космическая скорость используется для того, чтобы найти радиус черной дыры. И этот радиус мы с вами можем найти для наших черной дыры. Поражение. Мы приравним второй космической скорость в скорости света и находим радиус. Так вот, галактические черные дыры — это единственные черные дыры, внутри которых вы можете попасть в целом виде. А, сверхмассивный этап. Вас не разорвет на отдельной составляющей, потому что они слишком большие по размеру. Маленькие черные дыры настолько малы, что прерывные силы вас будут разрывать на отдельную составляющую а. А в случае большей черной дыры, то прерывная сила не настолько большую разницу в ней, потому что объект большого размера. И вы внутрь в нее попадете в целом виде. Кто знает, что с вами там происходит. Кстати, кто узнает, тоже получит много дыры. Нет, это если вы проведете эксперимент, то тот, кто узнает, конечно, уже не сообщит. И если вы про это рассчитаете и расскажете, то точно научите нам. Вот. Но вернемся, значит, к следующему. Кстати говоря, продвижение звезд в галактике позволило нам при помощи результатов той же Гайи найти те звезды, которые мимо нас с вами пролетали. Вот это знаменитая картинка. Это высокоскоростные звезды. Вот смотрите, как, кстати, движутся скопления звезд. Видите? Это относительно карты всего неба. Как у нас на них будут звезды двигаться выше? С некоторым порядком. Да. Кстати, между прочим, хорошо работает. Самая замечательная модель, объясняющая движение звезд, это бесслобновительный газ. Вот. И вот эти вот звезды высокоскоростные мы с вами очень хорошо сейчас, благодаря Гаре, знаем. Вы смотрите, что они сделали, когда они получили полтора миллиарда собственных решений. Они сначала стали искать самые красивые вещи, чтобы больше всего выделяется относительно того, что у нас есть. Самые быстрые звезды. Значит, там и звездные потоки, то, что группа звезд имеет одно направление скорости. Вот. Вот эти звезды высокоскоростные, раз у них скорость большая, то эти звезды не принадлежат нашей Галактике. Это звезды-странники в международном пространстве, которые просто умели у нас с вами пролетать. Таких достаточное количество. На самом деле они здесь показывают. Ну и, поскольку мы с вами говорили о движении незаконных Кепперов, немножко о том, что такое элементы арбиты. Я хочу, чтобы вы это знали, потому что это тоже помогает решить. Например, задача его прохождения Венера по диску Солнца. Чтобы рассчитать, когда она будет, необходимо знать, что такой элемент арбит умеет пользоваться цифровочными данными. Итак, чтобы на самом деле точно задать положение любой арбиты, нам необходимо вообще эту арбиту нарисовать и её не нужно. Первое. Это большая плость арбиты. Ну, собственно, самое очередное. Второе. Это концентристент. Третье. Это наклонение плоскости арбиты. То, что здесь обозначается глубкой И. Оно уже всегда проходит через центр потекотения. У нас с вами в этом случае Солнца. Дальше. Мы не фиксировали. Мы нашли с вами, что плоскости наклонены. Но как они повёрнуты, чтобы относить глубокую линию пересечения, мы не знаем. Вот для этого существует долгота восходящего узла. Вот эта линия пересечения называется линией углом. Когда у нас тело выходит в солнечной системе южной, а без южного юридического улажа, это северная, то такой узел называется нисходящий узел. Когда выходит в южное, это нисходящий узел. Здесь арбиты вытянули, кстати. Здесь тело вот тут проводит гораздо меньше времени, чем у нас здесь. Соответственно, мы сами, зная ориентация, откуда это мерится, тут долгота восходящего узла мерится по ходу движения Солнца от точки висения. По сути, она задаёт что? Ориентация в виде пересечения углубоскальских. Ну и остаётся последним. Мы с вами зафиксировали эти плоскости, но не знаем, как эликс внутри этой плоскости повёрнут. Вот для этого существует то, что называется благотой, точнее, аргументом пересечения. Это угол от направления плоскости орбиты тела, от направления на точку висения равномерности, до эликсерии. Он даёт нам ориентацию орбиты внутри этой плоскости. Вот этих элементов достаточно, чтобы зафиксировать траекторию. Ну и последний элемент, чтобы если мы тело с вами будем указывать, вот это истинная аномалия, которая нам даёт положение радиус-ректор на аномалии. Там уже точно координат будет. А чтобы зафиксировать эликс, этому достаточно. Ну и период Элема даётся, через него мы с вами находим большую полосу орбиты. Вот. Тех вот этих вещей достаточно, чтобы понять, где будет расположен тело. Ну, с Солнцем у нас с вами всё замечательно. Оно очень большое и тяжёлое по сравнению со всеми планетами. У нас с Солнечной системой всё хорошо. В центре галактики всё сложнее. Вот. Это, кстати, значит, что из-за того, что масса галактики распределена под низку, там всё это двигается очень интимным образом. Точнее, что Солнце, вообще говоря, не имеет строгой проектории движения. Оно только поднимается, немножко на плоскости пропускается. Такие качели, да? А сколько у Солнца напределена в плоских движениях? Пока ни на сколько. Иначе бы мы с вами это имели в геологической истории. Поскольку мы с вами в плоскости галактики защищены от многих вещей, связанных с потоками излучения, космическими лучами и прочими всякими вещами. Это было бы видно по геологическим исследованиям. По геологическим исследованиям прослеживается воздействие взрыва сверхновых звёзд. Вы знаете, что мы с вами живём в верхней атмосфере Солнца, гелиосфере. Гелиосфера, она не стационарная. В зависимости от того, какой газ окружает Солнце, то есть если взрыв рядом происходит, сверхновый или новый, поток плазмы существенно сокращает эту гелиосферу, давление уравнивается ближе к Солнцу. И у нас с вами бывали в истории случаи, в ближайших нам истории, ну так миллион три-четыре года назад, когда эта гелиосфера сходила до рассмеров орбиты Венера. Ну точно, за орбиту Земли приходила ближе к Солнцу. Почему? Потому что были какие-то были рядом вспышки чего-то, что поток плазмы, которого существенно заставлял сокращаться эта гелиосфера. Кстати, обнаружено это по магниевым конкрециям. Если знаете, в океане у нас растут такие магниевые шарики, они как деревья, у них тоже есть свои цикла роста, связанные с очень медленно. По изотопному составу, на изотопный состав влияет как раз вот такие потоки космической радиации практически. вот, ну и все вот это связано с первым законом Кеплера, который мы с вами неявно напоминали много-много раз, о том, что центральное тело всегда, ну, проснувшись с тем, то есть по-моему, с хоксом у нас находится Солнце. Мы сейчас с вами это гораздо больше обобщаем, говорим, что центральное тело находится по-моему, с хоксом. Вот. Второй закон Кеплера, он связан со скоростями. Вот. И таким понятием, как секторальная скорость, ее значение можно легко найти, это площадь телевизора. и это значит, что если мы переводим на русский язык, радиус сектора за равные промежутки времени описывает равные площади. То есть вот эта площадь этой штуки будет равна площади вот этой штуки, если прошло одинаковое время. И здесь я такую сделаю отсылку, вы геометрию узнаете в каком-то виде. Пожалуйста, когда решаете такие задачи, вам никто не запрещает различными способами эти площади считать. Вы всегда можете пренебречь какими-то маленькими пусками. То есть вот от этой до этой точки, а вот от этой до этой, если одинаково, можете посчитать, сколько времени, то есть где эти точки расположены. Например, на неписи. То есть угол нужно не найти. Всего лишь просто предположив, что вот если мы вот такой треугольник построим, что можно сделать со старшейся частью? Почему бы нет? Вот. Гораздо проще, если мы с вами будем считать половину на дальней половине, то есть... Почему? Давайте сами попробуем такую задачу решить. представим, что мы с вами у нас есть эксимпроситет эрикса E, большая пункта A, ну и больше, собственно, ничего не надо. Вот у нас с вами есть эрикс. Вопрос. Вот у нас половина эрикса здесь фокус. Вот это вот T1, это T2. В сумме T1 равно T2, ой, не равно, T1 плюс T2 равно T. Вопрос, как они относятся? Красивая задача. Что будет больше, кстати? Т1 или T2? Т1 или T2? Вот уже T1 или T2. Вот центральное тело, побольше, как Сороцкий. Где тело будет точку? Там, в Т2. Вот здесь. Раз за равные промежутки времени. Что мы, кстати, сможем сказать с вами? Что раз площадь эрикса у нас с вами P1, это есть P2A2 корень из единицы минус E2. Так? Ну, B это A на корень из единицы минус E2. Скорее, с того, что не было вначале. У нас с вами что получится? Что есть половина эрикса вот этой и вот этой. Они между собой, безусловно, одинаковы. Но из-за того, что радиус вектор у нас с вами от фокуса меряется, вот здесь вот, для дальнего, площадь эрикса больше вот на этот треугольник. Правда? Чему он равен? Вот эта страна, мы с вами выводили, равна большой полосе, правда? Вот это малая полосе. А площадь всего этого треугольника равна... Их же, их же два таких треугольника, правда? Просто A на квадрат. Или, в нашем с вами случае, A на корень из единицы квадратных единиц минус E2. Правда? Логично? Почему A на B? Не A на B, конечно. B на C на C. Ну вот, не сильно сложить задачу. Молодцы, работайте. C на B. Чему будет равно в этом случае? E на A квадратные единицы минус E2. Потому что C есть E на A. Вот почему лучше писать в общем виде сначала. Исправлять проще. Если бы я сразу в числах считал, пришлось бы эту цифру написать. Ну и дальше, что нам нужно найти? Время теперь. Отношение времен. D1 у нас с вами есть. D пополам. Добавляем. Добавляем. Да, да, это пополам. Точнее, площадь деливших пополам. P, a, B, B, A, патрат, на корень из единицы, D, E в квадрате пополам. Потому что секторальная скорость сохраняется. Так, давайте, начали, что это решено. Итак. То есть Sigma наше с вами есть. площадь элипсона S пополам плюс на нашем потомствующем плюс вот это S в угольниках делить на с другой стороны это же секторальная скорость есть S пополам минус площадь треугольника делить на S пополам так не проще в этом случае это будет половина нашей с вами часть сервиса титальная была T1 соответственно если мы с вами это дело приравниваем друг к другу умножаем т.е. на T1 мы можем здесь на T2 здесь поделим друг на друга получится T1 делить на T2 будет равно ему S пополам плюс площадь нашего треугольника на S пополам минус соответственно если мы подставим все внутренние величины я предлагаю на 2 равно же сразу что у нас с вами получится PAB и A квадрат на корень из единицы минус E в квадрате плюс A квадрат на E на корень из единицы минус E в квадрате разделить на то же самое просто PAB и A квадрат на C2 что мы с вами замечаем с этим? что там многое все сокращается отличное, это классно, многое все сокращается до этого я вам упоминал замечательный задачник с Канави а что можно разделить без напрягов? вот это вот, это, это сокращается и остается и плюс 2E делить на E плюс 2E смотрите какая классная вещь у нас с вами будет предельное значение для этой штуки когда X на 30 будет стремиться к единице к чему будет стремиться это отношение? если мы приближаем к единице конкретное значение можно показать, правда? ровно причем 514 делить на 1,14 красивое значение только что с вами ровное точное число ровное точное число 4,5 вот примерно как без ничего сделать что-то ну и про скорости значит скорости на L все у нас с вами выражаются тоже достаточно просто есть общий вид кстати на гиперболе тоже только на гиперболе замесли минусы вот здесь будет плюс любой точке гипербола скорость примерно по той же форме вот скорость формула называется дегалом L вот ну и здесь я над ним делал некие опять вот логические лихинации для того чтобы во что-то приводить если я вам показывал как зависит от средней скорости корень GMA это как бы средняя скорость на единицу не совсем правильный теорет но иногда он подъявляется вот мы сами просто выводим это соотношение для перегидии и для афеля мы с вами видим что оно зависит только от лициклистов вообще говоря очень тоже красивое выражение позволяющим увидеть на сколько раз будет отличаться скорость у нас с вами при движении по минусу вот еще раз напоминаю если у нас с вами будет гипербола вот здесь будет плюс какой точек можно использовать запишите этого тоже пригодится ну вот такой красивый частный случай бывает у нас с вами есть еще одна точка на елице вот здесь вот бокальный параметр красивое значение имеет вот там посчитать гораздо сложнее вот а то же было бы интересно почему потому что если мы с вами строим либо пересечение плоскости она всегда проходя орбита с плоскостью в simplicity она всегда проходит через couple чтобы посчитать сколько лет над плоскостью Тоже можно пользоваться этим методом. Собственно, по поводу секторальной скорости и площади, вообще я не боюсь. Ну, вот, собственно, вывод вам показывается. Вот это вот то, что вы будете использовать когда-то на областных органах, на региональных. Сейчас, наверное, такое уже, может, конечно, будет давать. Но это как-то совсем просто, воспользуйтесь одной формой. Даже думать не надо. А раньше были задачи проще. Сейчас, к сожалению, наступил век усложнений. Это приводит к тому, что существенно увеличивается разрыв между теми, кто приходит, и теми, кто знает. То есть те, кто знает, становится очень мало, а те, кто приходит, их очень много. Поэтому в среднем 80% получит нули в региональном этапе, а остальные какие-то — баллы. Но поскольку квота призеров-нобедителей всегда больше, чем эти 20%, если вы что-то решите, то вы точно станете призером. Не всегда этого хватит, чтобы попасть на финал. Закон такой и работает. А все потому, что те, кто хочет заниматься, занимаются, а те, кто не хочет, пытаются списывать. Имейте в виду, во-первых, с региональных этапов уже выгоняют. А во-вторых, даже наличие астрадии не спасает знания, как применять данный загон. Если даже выучить все формулы, это не поможет решить задачу. Именно поэтому на некоторых экзаменах у нас в институте иногда на старших курсах разрешено пользоваться учебником, потому что даже списав из учебника правильный вопрос, человек не сможет ему в состоянии его рассказать, если он его не понимает. Это не помогает. Записали? Записали. Кстати говоря, из-за того, что у нас сами известно расстояние точек в шести точках экзаменов, мы знаем, где сами. Вот это расстояние точно создато, ракальные параметры, вот это, вот здесь симметрично относительно второго фокуса, вот тут. Именно в этих точках значение скорости можно выразить через эту формулу. Это очень просто. Без применения общей формулы. Которая сойдет в себе уголком, в себе аномалию и прочую, всякую некрасивую вещь, которая очень трудно считает. Вот. Это значит, что можно в этих точках тоже найти значение скорости. А если в эти первые тоже. Это вывод. Его обычно не дают. Не вывод, а на формулу задерживают вывод. Вот эта формула понятна? Вообще говоря, если мы квадрат, заведем квадрат, двоечек сюда загоним, что у нас получится? Прокон сохранения. Вообще-то, ничего больше. Почему он так называется? Вот. Ну и последняя формула, которую я упоминал вам, что ее не любят физики. Этот пример мне приводила Мария Иглевна. Владимир Владимировна. Да. Владимир Владимировна рассказывал нам, что на одной из диональных олимпиад по физике в Санкт-Петербурге был истроном, который воспользовался для решения задачи третьим законом Кепла. Так он даже на апелляции, не вспомнил членов жюри, отметил, что он имел право интересного. И мы не засчитали задачу, которую абсолютно правильно решили. В чем замечательность? Ну вот мы с вами выводили без этой малой массы, в том числе и загонки Кепла мы практически выявили. Когда мы с вами берем отношения двух систем, нам важно понимать, какие системы мы сравним. Если они разные, то центральная масса, центральный тело у нас с вами входит. Вот почему, если мы с вами видим суммарное движение одного тела вокруг другого, неважно где, мы с вами всегда это можем с чем-то сравнить и получить значение массы. То есть точно измерить массу. То есть чтобы измерить массу любой планеты, спутника, нам необходимо что-то запустить в поглядный период, и мы точно будем знать, сколько масса данного тела. И это позволяет, что делать? Сравнивать объекты друг с другом. Ну и самая главная замечательность, она нам здесь все равно на систему единиц, которую мы с вами используем. Астрономические единицы, парсики, главное одно и то же. Годы, тысячи лет, миллионы лет, это просто два ночь в одно и то. Массы, да в чем хотите, в массах Юпитера, в массах Земли, в чем будет удобно, то возьмем. А то все килограммы, 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 и килограммы, и килограммы. Ну и можно решить подобную задачу, прежде чем мы перейдем к самым красивостям. Кстати говоря, вот в этой формуле вот здесь вот уже система СИНО. Понятно почему? Потому что там фант имеет размеры системы СИНО. Вот это гораздо приятнее во всех смыслах. Но нужно найти с чем самым. То есть самому сделать попытку выбора, с чем вы хотите это сделать. Классическая задача подобного вида была на Международной Олимпиаде. Я ее немножко, наверное, упростил, хотя, может, не упростил. У нас с вами есть уманный синдромет. Красивая галактика, соседняя с нами. Мы знаем, что она, в конце концов, будет взаимодействовать с нашей галактикой через какое-то время. И вот хотелось бы узнать, через какое. Нам с вами что сделано? Заданы массы нашей галактики и туманной Северной Олимпиаде. Мы знаем лучевую скорость. 300 км в секунду. Можно один выкинуть. Я точно там не могу представить. 300 км в секунду на направлении А. И знаем текущее расстояние. Вот это. 772 кВт. Вопрос. Когда же она таки нам прилетела? Значит, задача чем сложна? Можно было в простом виде посчитать. Если бы у нас не было вот этой вот лучевой скорости, мы могли бы сказать, ну, когда галактики родились, вот так получилось, да, они были на расстоянии, они начали взаимодействовать, и галактика начала падать, там, свечи млечные, мы к ней, она к нам. Вот нам кажется, что она нам прилетела. И вообще говоря, вот с этих 772 кВт. Варсек она упадет. Да? Задача сводится к чему? Потому что мы представляем, что падает она по очень узкому, или что-то. Берем с вами, где-то, наверное, раньше не было, то самое соотношение, что две большие шлои – это расстояние, да, есть. Большая, точнее, две больших классики. Значит, считаем полпериода, пока она будет у нас. Вот и вся история. Но у нас с вами есть беда, которая состоит в чем? А мы не знаем большую половину, правда? Пока. Можем ли мы ее вычислить, исходя из этих значений? Конечно, можем. Правильно. Но не хотим. Даже формула правильная. Что нам с вами нужно сделать? Нужно воспользоваться тем самым игралом времени. Мы же не знаем большую половину. Мы знаем текущее расстояние, 772, знаем скорость, правда? И знаем массу. И нам остается что сделать? Найти большую половину. А дальше воспользоваться ровно вот этим. Красивая задача. Продолжение следует. Весьма достойно. Здесь придется считать по-честному, через преобразование единиц. g квадрата и цель b. g, m, 2, r минус граница на a. Значит, a граница на a, это у нас будет 2g, m, r минус r квадрат. Ну и, соответственно, но переворачиваем и делим на g. a будет равно r в пола минус v квадрат на единице. Хорошо, сбежался. Сейчас переверну, единица будет. Немножаем на g. g, m на 2g, m, r минус v квадрат. Или, иными словами, если попрощать, g мы уносим. 2 на r минус v квадрат на g, m, в степени минус 1. Вот так. Красиво. Понятно оттуда? Видно или нет вообще? А я неправильный вопрос задал. Надо спросить, видно или не видно. И не спрашивают, понятно или не видно. Ещё раз. Я взял интеграл энергии, возвёл квадрат. Дальше перенёс в нужную сторону, да, чтоб меня оставило. Что здесь нужно? Вот это сюда умножить, на это выделить. Правда? Получилось, что a есть g, m делить на 2g, m на r минус v квадрат. Потом я вынес, g, m сократил, и получилось, что здесь единица, а внизу какой-то знаменатель. Значит, это минус 1 степень. Вот. 2 на r минус v квадрат на g, это те величины, которые у нас есть. Значит, если мы с вами сюда подставим, мы получим значение большой по оси. Ну, считать она сейчас с вами, к сожалению, не времени. Хотелось бы вам ещё кое-что показать, прежде чем мы с вами остановимся на чём-то. Давайте ещё 5 минут. Может остальное завтра позвольте. Где? В каком месте? g, r, это двойка, 2, g, r на r минус v квадрат. Вот. Если мы с вами так получим, мы получим, что расстояние, с которого начало падать туманность на момент, составляет примерно 1 мегапарсек. Ну, 900 с лишним. 900 с лишним килопарсек. И, соответственно, подставив его, мы с вами найдём время падения эти самые 4 миллиарда лет, которые у нас начало взаимодействие с плечным килопарсеком. Ну и вот модели этого взаимодействия. Давайте сначала посмотрим на фотографию, потом посмотрим модели, которые есть. Вообще говоря, это уже численные расчёты, они очень сложные, потому что это задача многих тел, даже не трёх, которые мы с вами рассматривать можем, да, там ограниченные будут. Но результат взаимодействия двух спиральных галактик, сравнивая масса с спиральными, тоже у нас получается эллиптическая галактика, не содержащая газ и пыли, которые не рождаются звёздами. Но в процессе слияния рождение звёзд происходит масса. Это была, как мы видим, результат подобного взаимодействия. Дальше это приводит к тому, что у нас формируется что-то подобное эллиптической галактике с колечками, с всевозможными звёздами. И вот здесь мы с вами видим, как происходит слияние какой-то небольшой галактики с нашим речным путем. Здесь нарисованы звёзды речным путем только звёзды, входящие в состав галактики. Она постепенно входит в состав диска, звёзды начинают двигаться звёздным потоком, и вот эти звёздные потоки сейчас обнаружены со спустой Гагая в том числе. Но иногда это приводит к замечательным эффектам, когда получаются галактики, форма которых вообще говоря объяснить чем-то вообще невозможно. Вот, например, так вот. В центре у нас эллиптическая галактика, а вокруг колечка. Галактика с полярным колецом называется. Причём колечка молодых звёзд, вы видите сами, что они голубого цвета. Но самое прикольное не это, если вы присмотритесь, вы видите, вот здесь ещё одно колечко, которое существенно подальше, поэтому оно красным цветом, за расширение Вселенной галактики, в будущий свет красный. А теперь представьте, какова вероятность, что две подобные галактики встретятся на будущее зрение. Я думаю, что она существенно прискакнула, если не надо. Очень мало. Ну и вот результаты этих взаимодействий. Сейчас мы с вами хорошо знаем, что все галактики взаимодействуют, нет, взаимодействий ещё нет. Вот здесь вы можете увидеть, что происходит, когда сливаются с мирами галактики друг к другу. Это эпичный процесс, который не приводит, почти не приводит к столкновению звёзд между собой, но приводит к фантастическим эффектом, рождению массового рождения большого количества звёзд, исчезновению газа в галактиках, если они сравнивают массой, ну и образованием, в конце концов, единой какой-то галактики. И вот наша с вами галактика является продуктом подобного рода слияния. Она растёт. Растёт за счёт того, что поглощает мелкие спутники. Шаровые звёздные скопления. Всё это дело приводит к тому, что размер гречной пути становится всё больше и больше. И вот здесь, я стараюсь там выключить, чтобы вы видели, на результатах спутника Грая удаётся, используя скорость и движение звёзд, собственное движение, которое мы завтра заговорим. Видно? Можно будет вспомнить. Мы с вами видим потоки и звёзд. Удаётся увидеть звёзды, которые двигаются по схожим скоростям. Их можно выделить разными цветами. И здесь комбинированные съёмки спутника Грая и проекта словом Digital Sky Surrey, поэтому видите, не всё небо покрыто. Мы с вами видим вот эти звёздные потоки. Вот здесь вот у нас с вами, здесь вот это вот пунктиром обозначено видово, да? Это плоскость галактики. Шаровые звёздные скопления, вот они обозначены. И мы с вами видим звёздные потоки, тянущиеся с шаровыми звёздными скоплениями. Вот это кусок галактики, которую мы взорвали в гречных путём. Это галактика Стрельце называется. Она за оценку галактики, сейчас её разорванная часть проходит через звёздные галактики с той стороны. Есть ещё звёздные потоки. Но они очень узенькие. Вот они, уже диагнозы там. Узенькие маленькие потоки. За каждым шаровым скоплением сейчас, знаете, тянется такой же поток, когда звёздные перестают быть связаны на гравитационном поле скопления, то есть выходят, достигают энергии больше, чем вторая космическая планета. То у нас, ага, вот они вылетают на орбиту округа центра галактики. Просто летят вместе со скоплением в ту же сторону. Вот. И вот таких звёздных потоков у нас очень и очень много. Вот эта общая схема, сейчас мы видим только самые, наверное, яркие, большее количество звёзд, содержащие яркие звёзды. В чём главное засадок этих потоков? Дело всё в том, что эти галактики уже давно провзаимодействовали. Значит, яркие звёзды в этих потоках уже не содержатся. Они давно проэволюционировали, взорвались как спиртовые. Остались только слабые звёзды, красные или жёлтые, которые из больших расстояний очень трудно найти. И естественно, что только лишь с увеличением количества наблюдений, открытуры телескопов, увеличением массива данных, когда они больше становились. Мы сами увидим эти звёзды. И сейчас на такой момент с вами не ступает. Эти звёздные потоки мы видим. Их много. Вот ещё один. Не обозначен. Хорошо видно. Вот это вот. Вот это вот. Вот это вот даже на две части небеса видеть. Очень хорошо видно. То есть, на самом деле, наша с вами галактика, по сути, окружена остатками всяких подобных взаимодействий. И вот спутник Гайя, как раз одна из его задач, эти звёздные потоки обнаружили, в том числе и в диске нашей галактики, и сказать нам, какова была история плечного бедучия, и через что он прошёл. Вот. Ну и мы такую численную историю имеем, уже можем с вами восстановить. Сейчас я вам её покажу. Она очень короткая, напоследовательно. Дабы только вспомнить, какой есть видеоролик. По-моему, вот этот, да. Это тот, который включает в себя данные с... Вот. Это одно из крупных взаимодействий, которые найдены по вот этим звёздным потокам в нашем вечном мире. Вот эти красные звёзды, звёзды другой галактики, которые сейчас вошли в состав современного вечного пути. Это трёхмерная модель по-другому. Есть ли? Давайте, собственно говоря, у нас с вами сейчас есть. Ну и что нас с вами ждёт? Вот. Я вам звук выключу. Он вам не нужен. Вот. Вот. Ну, вы, может быть, и поймёте, но... Вот. Суть в том, что как раз у нас сами все галактики образуются путём сменяния. Вот. 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 Вот у нас сами есть тоже следы взаимодействия. Здесь должна быть общая фотография видна галактика, которая сейчас развивается вечным путём. Вот эти галактики, Магилановые облака, действительно, в дальнейшем нашим вечным путем тоже пойдут в состав. Вот. Вот. Вот эта вот область, да, это звёзды, собственно, галактики, пролетающие за центр галактики через космос и в вечном пути. И нас с вами ждёт, собственно, тоже взаимодействие, гораздо более масштабное. Вот. Кстати говоря, показано, как сейчас происходит это движение. Смотрите, видите, как происходит взаимодействие галактики, просто превращается в звёзды и поток. Она перестаёт быть гравитационной связой, только самая гитлая. Звёзды образуют красивые арки, такие вот галактики. Поскольку эта галактика старая, то у нас с вами вот эти петли очень хорошо влюбились. Ну и у нас с вами будет взаимодействие с Магиланомедой. Она, кстати, сейчас тоже взаимодействует. Вот эта вот галактика находится в диске гуманности андромии. М-33, да, М-32. Её обладает состояние ядра, на большинстве основок, кроме ядра, да. Ну и вот что будет с нами и с гуманностью андромии. Обратите внимание, ну, это, конечно, не совсем быстро, это тоже миллиард лет. На самом деле, сколько времени и как быстро галактики сольются в одну систему. Они пройдут до трёх оборотов, относительно общего центра массовой системы. Часть звёзд покинет навсегда эту область, они улетают, и в центре останется эллиптическая галактика. Они сольются чуть позже, но тоже это неизбежно. Кстати, значит, сейчас их там, у нас в центре галактики, может быть, больше, чем однако, мы с вами просто не знаем. Они все сольются в целом. В конце концов, так как они неизбежно существуют. Ну, тоже процесс таких сияний. Очень много, в общем, порядок. Тем более сейчас, когда нам доступны более далёкие области. Там сияние, чем те, которые будут уже 50 лет. Т.е. сознатновение галактики и взаимодействие – это правило, не исключение, как считали раньше. Сейчас такое происходит всё время. Ладно, на этом мы с вами сегодня закончим. Отдыхайте.